И когда, что ваш сын алкоголь? И когда вы обнаружили? То есть вы обнаружили, и это все произошло? Да, это все уже... Когда я уже обнаружила, я стояла на переспал. Таня, вот смотри, Таня, скажи, что делать тем родителям, которые интуитивно понимают сегодня, когда их дети еще... Вот мне этот совет уже поздно. Что делать тем родителям, у которых они интуитивно понимают, что если они ничего делать не будут, то через 5, 6, 7 у них будут очень большие проблемы. Это может быть и раньше намного. Может быть и раньше. Что делать? Вот скажи, что делать? Вот есть, что делать. Ну говори. Вот, пожалуйста, я могу прочитать. Можешь слух читать, можешь... Только я тебя буду перебивать, помнишь, я журналист некультурный. Что делать? Что делать? Потому что это очень важный вопрос. Я же говорю, что... Что делать? Не забывайте, что наркомания, алкоголизм, хронические заболевания. И для того, чтобы помочь зависимому человеку, нужно, безусловно, принять этот факт. Не понял. 21 год уже принять? Он независимый человек. Он независимый человек. В том-то и дело, что сейчас я зависимости не наблюдаю. Понимаете? А потому что это еще в случае... А потому что меня возникает проблема, как не допустить. Ты что, Наталья? Как не допустить этой зависимости. Поскольку я, как говорится, в этом деле уже немножко поднаторила, поскольку он уже курит траву, он уже зависимый человек. Ну, вы знаете, насколько я разговаривала и читала литературу, трава не дает зависимости. Трава дает зависимость через 2-3 года. Трава только дает зависимость. Я хочу... Хорошо, я могу сказать вот что. Я вижу, по нему, он сегодня покурил, неделю он не покурил. Это интервалы, это маленькие интервалы, это мини-интервалы. Человек, что такое аддикция или химическая зависимость? Она начинается не с того, что я сейчас взял траву, взял шприц и вел себя. Не с этого. А с мысли, с мысли, что мне здесь некомфортно. Меня не понимают. Я одинок. Меня кто-то раздражает. Мне хочется уйти от этой действительности. Совершенно верно. Вот это... Совершенно верно. Вот это начало зависимости, но это уже зависимость. Если он уже принимает, это уже зависимость. Я могу просто сказать, что... Раньше я тоже думала, ну там курнули они пару раз, ничего. И так оно и кончилось тем, что ничего. Ну, вы понимаете... Сейчас я понимаю, что если ребенок уже взял сигарету с травой в зубы, Я хочу сказать, у моей жизни тоже было опыт, когда я взяла косячок и сказала. Я тоже как хотела. И сказала. Я прочитала Бабаяна, и я говорю, тот, кто не верит, что это, тот никогда не будет. Я выкурила этот косячок. Это мой первый муж, Сашин отец со мной был. Он мне принес. Он говорит, смотри, отобрала. Я ему прочитала лекцию, что такое зависимость, и что... Книга-то, конечно, дрянная и глупая. Так вот, так вот. Я не помню, что со мной было, но я смеялась, как идиотка. Он меня затащил домой, там я не помню, что было. Вот честно, я не помню. Наутро мне было противно и жутко, и гадко. Я хочу сказать, меня уберегло, наверное, то, что генетически я не расположена к этому. Есть много людей, которые пробовали. Ну, это да. Но так это осталось по-моему, ни одного другу. Всё. А, вот что нужно сделать, самый первый шаг. Это зависимость переводит в другие. Даня, Даня, ну давай сейчас не другие. Конкретный совет, вот мой совет, конкретный. Это даже не просто мой совет, а это я где-то читал у кого-то. Значит, всех детей чуть ли не с грудного возраста нужно проверять на генетическую доводность. Может быть, вот нет. Потому что одни люди... А как ты узнаешь? А есть такая методика? А как ты узнаешь? Что это, оверхуха? Есть, есть, есть. Наверное, есть. Что оверхуха? Оверхуха, есть такая методика? Ну, не у него методика, он мне что-то говорил за это. Я тебе говорю. Это очередная выкачка денег. Очередная выкачка денег. Ну, как очередная выкачка денег. Есть такой анген, который отвечает, что или ты предположим... И кто же делает такую экспертизу, делает только в Соединенных Штатах Америки. Это сложная... То есть, значит, что у нас нету такого вообще? Нету. На дорогостоящее? Нету. Дорогостоящее. Но она стоит этих денег. Если я знал, сколько она может быть дорогостоящее? Для этого надо иметь не такие наркологии, как у нас. Для этого надо иметь репцентры, которые в Америке богатые... Лиз Тейлор, когда лежала в репцентре, с ней рядом лежал этот водопроводчик, с которым она потом расписалась. Кто-то сказал Лиз Тейлор. Элизабет Тейлор, киносвезда Галифа. Так вот, вот эти все репцентры, вот этот вот репцентр в Мириленде, в котором работал отец Джозеф Мартин, в этот репцентр вливают деньги богатые люди. Потому что они, зная, знают, что им надо иметь богатую, процветающую страну, для этого надо... Короче, в Украине нет этого, да, Геннадий Поверин? Нету этого. Ну все, дальше что делать? Ну нету этого. И, как говорится, тот... Кто это говорит, что есть? Ну я подуточню Овербуха, он мне что-то говорил, что есть. Ну уточню, уточню. Юра. Ты помнишь, это мой друг, не говори на него ничего плохого. Я ничего не говорю, мне наоборот. А в прошлый раз мне наговорили на него. Я тебе что-то говорю? Нет, ты ничего не говорю. Я никого никогда о чем говорю. Мне моя программа научила никого не обсуждать. Что делать? Что делать? У каждого слова? Маме, которой я. Вот понимаешь, что для меня это тоже очень важно. Для этого надо принять первую фразу, что он зависим. Согласиться уже все-таки. И принять самой, что я зависимый человек, я зависимый человек от его поведения. Потому что я живу как-то... Ну то, что я зависим от его поведения, это без вопроса. Ну и все. Это не только я. Вот с этого надо... Я даже не собираюсь спорить с этим. Мы здесь написаны. Я это все прекрасно понимаю. Вот с этого, вот с этого надо... И естественно, что я зависимый. Принял человек. Дальше что? Ну все. Ходить на группу и работать по программе. Все. Когда я приехала в Киев, и человек, который меня консультировал, она сейчас является и моим спонсором, и я так переписала, это вот взял. Все. Я говорю, ну вот, мы прошли 12 шагов. И что дальше? А она уже на тот момент была... Где-то влезла. Она была уже 19 лет в движении. Я говорю, и что дальше? И она говорит, а потом опять с первого шага. И так, и я говорю, и как долго она... И так сижу. Давай второй шаг, быстренько. Ладно, первый принял, я тоже уже принял первый. Вот Жанна, что она еще не приняла. Юра, у меня я всегда вот... Ходишь с ним стирать. Уже вроде бы и прошла, да. А каждый раз, когда я срываюсь, я начинаю... Второй шаг, говорит. Все-таки недостаточно. Все, есть, принимается. Второй шаг, говорит. Таня, второй шаг. Да, согласится. Вот меня Оля не согласна, что она... Нет, то, что мы все подчинены. Да, поведение, да. Все нужно знать. Все начинает. Вот это вот... Я купила, кстати, очень хорошую книжку, брошюрку сейчас. Не отвлекайся, Таня. Отстранение от проблем алкоголика. Вот по ней там нужно работать. Ну, Таня, второй шаг какой? А что это такое? Второй шаг, что по памяти не помнишь? Нет, почему? Я помню, но я буду лучше читать. Ну, давай, лучше читай. Пришли к убеждению, что только сила более могущественная, чему может вернуть нам здравомыслие. Это второй шаг? Это второй шаг. На русском, по-русски. Пришли к убеждению, что только сила более могущественная, чем мы. То есть это докажет, что любовь, что и высшая сила, что-то, чему нужно верить, безусловно. Что там, где я пытаюсь проявить свою волю, когда я особенно начинаю контролировать его, когда я делаю вид, что вроде бы я приняла эту болезнь, открывая дверь, он пытается, говорит, привет, дорогой, я сама начинаю носом, и он видит. А я хочу сказать, что алкоголики, наркоманы, они такие тонкие, психологи, им же надо же так же обмануть меня. И он уже, он меня по глазам, по голосу, и он уже, и он, его реакция, опять, дура, ты меня контролируешь. Это его птичий язык. А я своим птичьим язык, нет, что ты, сыночек, нет, что ты, я тебе верю, я тебе верю. А он говорит, да пошла ты, сейчас начнешь. Он замкнулся, он уже закрылся для меня, все, все. А я, когда открываю дверь, я просто знаю, что я сейчас, если я смогу сделать глупость, я попрошу, чтобы это открыл кто-то другой, или открою, скажу, здравствуй, и уйду. Я не буду вступать в разговоры, в полемику. Я отдам вот этот момент тому, кто что-то может сделать. Тому, кто что-то может сделать. Он разрулит эту ситуацию. Я, когда я бессильна, я должна признать свое бессилие. Все, согласен с тобой, третий шаг. Вот это ж так шаги не проходят, мы их изучаем. Но мы же сегодня интервью, сегодня же мы договорились. Приняли решение перепоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы его понимали. Перепоручить на данном моменте, потому что я человек сейчас израненный, слабый, у меня сейчас проблема, я могу дать только волю своим эмоциям. Это мое видение, у каждого оно по-своему. Делает что-то за меня тот, кто может сделать. Я не могу, потому что я знаю, что если я в очередной раз буду что-то делать и говорить, я наколю дров. И опять эти мои слова или мое желание помочь или желание не помочь приведет к тому, что он сорвется в очередной раз. Вот и все. А есть тот, кто сильнее меня. Я в это верю. Четвертый. Глубоко и бесстрашно оценили себя и свою жизнь с разной точки зрения. Вот этот четвертый шаг, он начинается с того, что в Аланоне он прописывается. У нас специальная брошюра, где... Где вот я тут работала четвертым шагом. Тут у меня есть какие-то записки. Четыре пути разрешения боли воспоминаний. Вот это там было такое-то, когда... То есть это анализ собственного поведения, скажем, собственных ошибок. Не возвращаться к плохим событиям в прошлом. Это опасные места. Я понимаю эту... Это предлагаю себе выработать методы ухода, избавления от таких моментов. То есть когда я начинаю там вот это самое... Я же себя виню. Это я. Это я не доп... Это я. Все. Как-то это не начинается. Ну и тут я ведь для себя заходить на группу и общаться. Читать литературу, размещать. Молиться о себе и о других. Ну, ходить в церковь. Так, это мое личное. Так, это не для всех. Ну, каждый в свою ходит, да? Да. Ну, кто-то не ходит. Это движение и для агностиков, и для... Пожалуйста. Это просто я себе пациентал. Это понятно. И еще у меня было такое рисовать на бумаге. Сегодня, кстати, в костюле будет служба, нет? Да, будет. Во сколько? В шесть. В шесть движения. И рисовать свои мысли на бумаге. То есть каждый принимает... Это я просто поделилась тем, что было для меня. Это что-то надо делать, потому что просто сидеть... Я, конечно, я прекрасно понимаю, я сколько пережила таких моментов, когда утром просыпаешься, а тут уже вот так вот вывернуто. Только открыл глаза, вдохнул, и все. И тут вот так вот, и все, и началось. Все из рук валится. Я не помню, что мне говорят, я не могу сосредоточиться на себе. Вот это так я живу. Можно так прожить день, два, три, но когда живешь неделю, десять дней, год, ты превращаешься в неврастеника, идиота, гипертония, остеохондроз, болезнение желудка. Те, которые являются психосоматическими болезнями, проселяются во мне, и живу с ними. Я уже начинаю балдеть от этого, я радуюсь этому, потому что я больная, я начинаю жалеть себя. Вот это вот прогрессирующая созависимость. Так же, как у алкоголика и наркомана прогрессирующая зависимость. Но за это все не... Это, ну как... Ну это стиль жизни. Вот почему этот Володя Иванова, мне так понравились эти его слова, что... Чтобы я помнила, кто я есть. И я всегда хожу, чтобы я помнила, кто я есть. У меня есть дома такой человек. Он же никогда в жизни не будет таким, как я мечтала, что он будет независимым. Нет, он зависимый человек до конца своей жизни. Сейчас он в периоде ремиссии. Мы с ним делаем свою жизнь по-другому. И живем по-другому. И мыслим по-другому. Чтобы все было окей. Пятый шаг. Пятый шаг. Продолжение четвертого. Признали... Хорошо, прощение, Таня. Ну хорошо. Вот, так сказать, в четвертом шаге оценили, допустим, свои ошибки. Допустим, нашли ошибки. Или не нашли ошибки, да? Как это проецировать на сегодняшний день? Ну вот, в чем-то, допустим, мы ошиблись все, естественно. Иначе бы у нас не было этой проблемы. Это признавать свои ошибки. Да признали уже давно. Признали. Уже давно признали. Здесь сейчас идет вопрос. Вот есть одна глобальная для меня ошибка. Я ее признаю. Но есть ошибки. То есть, это каждый день. Я что-то сделала. Я, допустим, сегодня подала ему яичницу. А он откинул вилку и сказал, опять она подгорела. Да, да. Я сказала, да знаешь что там это самое. Вот у нас на таком уровне. Потом я пошла и подумала, боже мой, зачем я пустила гнев в свой этот самый. Я бы, например, вот если я проанализирую эту свою ошибку, то есть каждый день надо это анализировать. Что я делаю, что я говорю, что я мыслю сначала. Мысль моя всегда переходит в слово, а потом в дело. Это закономерность. То есть разобраться в своей мысли, как я мыслю. То есть я бы уже знала, что я вот в программе, что я признала свою ошибку. Мне не надо вспылить там, он вспылил. Он не признает свою ошибку. Я бы просто убрала, собрала бы эту яичницу, выбросила бы ее в мусорку. С улыбкой и сказала, спокойно, сказал, дорогой, если я не могу тебе угодить, делай это сам. Все. Все. И на следующий раз я бы сделала так. Не было бы завтрака. Мама, где завтрак? Дорогой мой. Тебе не нравится, как я готовлю. А, ты надо мной издевать. Все, пусть, вот это мне надо научиться с этим жить. Мне надо научиться с этим жить.